...которого вообще нету, и просите. Это говорим про той, кто проходит приз вагон. Да? Правда, хорошо. Сегодня уже другая. Но благодаря этому была принята указка, по которому они обязаны показывать. Точно так же благодаря тому, что мы вот сейчас первые... Получается, идет ледокол, который принимает на себя... Да, да. И вот сейчас благодаря... Да, на кино дали денег на кино. Кстати, у вас это тоже касается, как они говорят. Это на кино дали денег, а на промо не дали денег. Никто не подумал, что нужно промотировать. И благодаря этому сейчас в Верховной Раде подают они, так сказать, заявление, что просьба, во-первых, а, финансирование, во-вторых, ну, бигборды какие-то давать или что-то. Вы знаете, я тут... Именно ничего. Вы знаете, я тут... Вы знаете, я тут... Причастная жизнь. Секунти, а что же там не бывает за чего-то такие? Дайте я где-то буду отвечать. Может так вы не чувствуете? Нет? Давайте без... Прекрасно. Я сегодня... На заседаниях тут я регулярно згадую нашу коллегу, яка зараз директор пиар-агентства Юлию Самостюна, яка придумала генеальную идею. Вона в другом году заявила, что купует только украинские продукты, товары и так далее, и так далее, и так далее. И пише колонку про это в «Дело Юлия», який есть интернет-продукт «Дело Юлия». Значит, и она рассказывала про то, какие роскошные у нас есть товары, продукты, даже техники и так далее, 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 и так далее. Они не знают, что таки про маркетинг и так далее, и так далее. Они думают, что сделали хороший продукт, но сами люди это понимают и все. Но, значит, с вашего дозвола, триваю заседание пресс-клуба «Незалежные медиа» про сплутки журналистов. У нас сегодня кинематографисты, и они тут немного подескутывали, мне это очень понравилось, так они переживают. Я бачу люди за наших юною, думаю, что наши люди проявляют. Но я хочу продолжить, развинуть ту идею, которая уже тут прозвучала, на которую выступал у меня Ученко, там, где было сказано про историю. Трива, цікавая история, чтобы было. Я с этим абсолютно согласен, потому что, значит, нуля, таки, где же кинематографисты, певною мірою, там, я десяток документальных фильмов снимал, там, або я как-то сценарий, або я, наверное, продюсер или какие-то другие. Как стал себя первый взамен фильмотерапист? Я журналист за пахом, за воспитанием, а, на самом деле, как стала моя первая знакомая? Я прочитал, мне трапилось до рук проделывать такая творческая книжка, это был власть анграма «Судо над вибухой бандери». Я просто прочитал, у меня квадратные очи были, я сказал, что тут, значит, кином можно снимать, сразу, фактически, потом закрилась газета, в которой я работал, я пришел, не маючи, что делать, пришел в такой фильм под названием «Любой Степана Бандера». Там в этом сценарии купа всяких историй, и не только, это, конечно, не только, я просто свой пример навожу, как характерный, в нашей истории, в нашем будущем, так говорите, житті, по-моему, таких историй полно. Мало того, у нас есть, значит, письменники, например, той же, я не знаю, его там сварят за какие-то тексты и такие же, но историю он придумывает, например, Андрей Кокотюха, например. У него всегда есть сюжет такие, значит, действия происходят, и читаешь, что там далее, 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 далее. То есть, что, вот же, про, 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 какие сценарии, вы говорите, что дайте нам хорошую историю, мы снимем кино. Что, у нас немало сценаристов в оружии? Ну, хвилинку. Давайте скажем честно. Взагалі, доброго сценариста знайти – це мега склад. Тобто, це більше, ніж склад. Понимаете? Скажемо, якщо ми часу-часу повертаємось до Голлівуду, так, то на сегодняшний день сценарий, сценаристи – це окремий клан, окремий цех, і сценарий пишется цехово. Окремо, коли багато людей робить окремую работу, потім все разом двоять. Что касается истории, так, все мое начать с цикаго истории. И тут я так само забыл, где-то у меня был интервью, и я сказал, что, скажем, можно было в контексте вот этой допомоги, что сейчас есть, или как там зафинансирование кина, да, выделять из этих 150, или сколько миллионов, пару миллионов, скажем, на конкурс истории. Как там еще сделать? Ну, коронация слова – это иное. Понимаете, коронация слова – это художный текст, это литература. Я получил за кино сценарий. Виталий. Но дело в том, что нам в кино нужна просто интересная история, она может быть значительно простейше, написана простейшою мовою. И уже потом, если история, ага, она интересная, она засвитится, так, то потом уже, скажем, можно передать, что, скажем, в Украине, или где-то в России, или в Порши, справедливо, доброму сценаристу, чтобы он уже выбрался в люди, эту историю. И это также дало великий позитив. Что касается этих 20 фильмов теперешних, ну, этих классных, что они классные, что, ну, принаймні, как бы это выглядит, ну, что трошки дихая галузь, так. Но кто его знает? Вот сейчас хлопцы сидят, и они щиро нарекают, что... Я сам видел, что, скажем, делали все с Иваном Силою. Не грех будет, я его даже где-то там хвалил, и тому подобное, между нами там нема какой-то такой. Но есть одна проблема, что среди той коллекции фильмов появились такие фильмы, что они, возможно, сыграли так на то, что люди не ходят в зал, что, возможно, ну, уже... Больше шпионов этого не нужно, и других заходов, которых шпионских не нужно, чтобы они ходили. Это, как образно говоря. То есть, да, эти шпионы поступают, но если можно понять этих людей, они вкладывают деньги в эти кинотеатры, поэтому им нужно их отбивать. У них жесткие контракты. Там очень сложные контракты, которые подписываются, между прочими, на сегодняшний день, с большой ответственностью. Но есть одно но. Если появится интересная история, если эта история будет красиво выглядеть, если будет хорошая картинка, интересные диалоги, все будет хорошо. Я всегда наводил, когда на каких-то встречах, наводил мало не много, но приказ с Кемерона. Семь лет чувак шукал деньги на аватар. На начале, до первого, до кого он пришел, это до Лукаса. И сказал, вот есть такая идея, и знаешь, что ему Лукас тоди отправил? Он сказал, ну ты же знаешь, деньги у меня есть, но если я тебе дам на это деньги, то подумают, что я божевелый. Ну там еще что сказать вам будем. Но в конце концов закончилось так, что вкладано 250 млн, а на выходе 3 млрд. То есть мы должны переходить через эти риски. Да, мне сейчас как-то так, ну, что эти кайфовые коллапелы, так сказать, их как-то, ну, хотелось бы, чтобы все было гладче. Но, по-за тем всем, если мы хотим, чтобы люди пошли смотреть это украинское кино, оно должно быть интересным. Интересная история, и хорошо снято. Это два таких услуги. Очень много значит картинка, так же на сегодняшний день. Над картинкой мало кто работает, если так посмотреть этот перешний фильм. Я хочу позитивно додать, потому что как раз фильм Ломбард прорвав все сподевания, и на первом тижнем, на первом уекенде вы попали в десятку, на яйцо еще? Все, все, все. Знаете, я очень скептично ставлюсь для своих работ, потому что я считаю, что работа будет оценивать и другие люди. Но одновременно я великим мринником, признаюсь по правде. Как каждый фильм-мейкер, напевно, дошли я великим мринником. Я люблю интересные истории из детства, их люблю рассказать. И одного дня я смотрел один из фильмов своего любимого режиссера, и подумал, у меня также есть фантазия, я также умею много чего делать, почему бы я не сделал кино, которое, нехай оно будет называться укрышим, но оно будет международным, оно будет интересно по-английски, 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 по-английски. Кому угодно, это просто будет интернациональная история. Как это делает режиссер, который мне любит. И дальше это начало мне развиваться. И я начал, я пришел в кино через сценарий, через сценарий. И кто думает, что я прошел через кліп, он помиляется, потому что это был просто этап моего жизни, когда я набирался в техническом плане. И один из сценарий, который мне понравился первый раз, был «Ломбарда», хотя он не отличался от фильма уже, потому что очень много было порезано продюсерами. Я просто не знал, как ты это сделал. И мне приятно было, что люди, которые понимаются в этом, и которые профессионалы, уже позитивно ставились до той работы, которую я делаю. И это меня мотивировало очень сильно. И я начал писать, 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 а мы одной из работ, одной из наших работ уже стоять за Андрексом на столе у Люка Бесона на сегодняшний день сценарий работы. И я все-таки начинаю с того, что все-таки не важно начать с негатива, а важно начать с самого себя. Мы проанализовали все свои поминки. Та же Тоня, которая была с ним сделана, это была работа у нас с Алексеем Хорошко с оператором, где у нас была дитящее умение сняти кино. Сколько скинули, сколько сняли кино, набрали школяр в школу, и взяли эклерстер, которому было уже 25 лет, купили плевки и сняли кино. Изначально, мы его делали так, что он выглядел больше с претензией на серьезное кино, хотя насправді был просто тинейджерским, таким, знаете, хобби, я бы сказал. В результате, сегодня я пришел до думки, что украинское кино, для меня, власне, у каждого есть свое бачение. Для меня украинское кино, власне для меня, есть международное кино, которое в любом стране будет в категории, ну, мы даже не можем делать категорию А, ну, если оно без... В категории Б это будет абсолютно достойный фильм. В категории Б в любом стране вы заходите на рынок вы продаете по той же цене, что продают другие фильмы. Это была наша задача сделать такое кино. Воно удалось, потому что уже есть первые оценки людей, которые видели, и они оценили для твердого, чтобы мы не переживали. До категории А, звичайно, надо расти, но расти... Ну, вы знаете, что творит категорию А, поэтому я не буду пояснивать. Но, опять же, вернусь к тому, что для меня украинское кино это идентификация. Мы все знаем, как выглядит французское кино, мы все знаем, как выглядит испанское кино, это тоже голливудские проекты. Такая крупная французские фильмы, которые голливудские проекты, они все голливудские проекты, французское кино. Тоже такси, это же не американское кино, французское кино, но оно и голливудское. И то, что есть у меня мере, сделать то украинское голливудское кино, которое будет брать на вечерние сеансы, которое будет ставить в премь-тайм, которое будет сделано не гирше, чем американское. Ясное дело, что нам нужно укладывать деньги. и не нужно ограничивать себя просто украинскими 400-ми залами. Это просто одна из опций. Но есть большой плюс, потому что это должно быть важным. И люди мают доброе время, непромисовое, чувство патриотизма. Это тяга наша. Нам нужно делать такое кино. И все, кто сейчас работает, я уверен, что у всех есть такая мечта. У каждого режиссера есть мечта получать Оскар, так и у каждого режиссера есть мечта, чтобы его залы были полными. Из вашего дозвола немного слышите. А, извините, два слова буквально. Поэтому закрывая сезон украинского кино фильмом День незабытых предков, мы хотим поставить такую жирную крапку и все-таки побить кассовые зборы, которые были собраны украинскими жителями. сезон 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 пишут не одна людина, а целые группы. Я чувствую, что у нас такие группы есть, скажите, у нас уже утворились какие-то... они в основном пишут для русского кинематографа. Я знаю эти группы, я с ними работал, но еще они были 10 лет назад, я их судил. Сейчас они пишут для русского кинематографа. Точно так же были. Одни пишут диалоги, второй сюжет, вторую линию не протягивают и так далее. Но, я скажу, отвечу про круги ада. Ада Кайфов? Кайфов! Кайфов! Справа в том, что не так-то просто ну, нам так было с Владимиром Игоревичем, потому что мы прошли тряпичинга, а тряпичинга во главе с Паней Копыловой это там же сидят там где-то 15-20 человек кинодом. Ну, это к терапевту. Оценку поставил самую плохую на мой сценарий человек, который со мной проработал, кстати. Это другая история. Он оператор. Господа, если вы знаете как организована система кинематографии в Украине, довольно странно, что мы вообще разговариваем тут. Вообще-то, это есть на сайте Госкино. Очень четкая система взаимодействия государства с кинематографистами. Любой человек, любой, подчеркиваю, у которого есть режиссерское образование, может найти себе продюсерскую компанию, к примеру, как вот сейчас делает это Олег, вот, и податься на государственное слушание, на государственный питчинг по финансированию своего проекта. Питчинг, да. Питчинг. экзамен. Экзамен на 36-е экзамен. Это же все, я коронавирусное слово, я коронавирусное слово, а это три раза. Но, сейчас не об этом. Вот, опять-таки, все режиссеры очень правильно так поговорили о том, что нужна хорошая история, нужно, там, ответственно подойти к съемкам, и все такое. Я немножко вернусь, опять-таки, в сторону проката. В каждой стране существует свой национальный кинематограф, на который зритель реагирует не так, как на голливудский кинематограф. Он заинтересован в своем национальном кинематографе. Это есть и у поляков, и у чехов, и у венгров, это нормально вообще, и у норвегов, где всего 5 миллионов.